Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Базанова, с вами студия живописи Ольги Базановой. И сегодня я расскажу вам про кисти. Какие кисти для чего нужны? Сейчас я покажу, как не запутаться вот в таком количестве кистей. И действительно ли нужно такое количество кистей для художника, который начинает писать картины? Конечно, нет. Вам может пригодиться веерная кисточка. Я рекомендую взять вот такую среднюю, например, веерную кисточку. Если у вас есть набор, то хорошо. Это веерная синтетика. Ей можно делать рябь на воде, различные текстуры мелкие, вуаль создавать, волоски писать, и всякие травки, различные травиночки, текстуры листиков и так далее. То есть очень мелкие детальки с большим количеством разбавителя и маленьким количеством краски. В основном растушевки и градиенты от одного цвета в другой. Вот эта кисточка нужна для многих-многих моментов, которые будут выполняться кистями именно маслом. Поэтому, ну, веерная кисточка. Достаточно одна-две кисточки веерной синтетики, чтобы справляться с этим. Небольшие размеры. Здесь размеры не соответствуют реальности. Поэтому, ну, где-то вот эта кисточка номер 2, это номер 1 по сантиметрам, смотрите. Следующие кисточки, которые будут необходимы, это буквально несколько кисточек, даже не нужно так много, веерных щетин. Достаточно взять вот две таких вот размерчик, где-то в размахе полтора сантиметра. Можно брать даже китайские кисточки, они всегда хорошие. Кисточки вообще на самом деле и китайские, и дорогие, и недорогие. Часто бывают хорошими, независимо от цены. Единственный момент, можно на всякий случай закрепить вот здесь плоскогубцами, чтобы кисточка не сбрасывала ворс. Но в этом случае все прекрасно закреплено. Длинная рукоятка у кисточки помогает создавать более ровные мазки. Поэтому отдавайте предпочтение кисточкам с длинной рукояткой, если вы пишете на форматах больше, чем 40 на 50. Следующая кисточка, которая вам необходима, это вот какая-то вот такая. Можно брать художественную, можно брать строительную кисточку. Это щетина, и она будет вот такой широкой и при этом узкая кисточка. Достаточно нескольких штук, чтобы заливать фоны и делать фон потрясающим. Вот подобные кисточки, они уже так для профессиональных каких-то техник, для растушевок. Это уже делается, когда уже мастер, художник какие-то моменты вот свои оттачивает, отрабатывает. Новичку может не пригодиться. Все, вот это новичку может совсем даже не пригодиться. Смотрите, как легче становится эта кисточка. К тому же легче наша становится поверхность стола. Теперь давайте посмотрим. Вот такие пушистые, красивые, мягкие кисточки для растушевок. Конечно, это уже для художников, которые вовсю пишут, профессиональные, чтобы создавать легкость. Такой кисточкой можно смахивать уголь, угольную наметочку рисунка, даже грифель можно смахивать. А можно сделать плавную растушевку на лице при портретной технике. Но пока не берем. Для новичка пригодятся вот такие кисточки. Длинные, круглые кисточки номер 1-2. Достаточно 3-4 кисточки для того, чтобы хорошо начать работу. Поэтому мы возьмем... Это лишь повторение этих кисточек. Плоскую какую-нибудь из этих кисточек можно взять для удобных маленьких мазочков. Здесь с удобной рукояткой те же самые тонкие кисточки, просто с удобной рукояткой. Конечно, тоже можно, когда вы тем более выписываете какие-то мелкие детали. Возьмите одну кисточку такую. Плоскую кисточку синтетику, там номер 10, номер 8, можно использовать. Но я отдаю предпочтение скошенной. Поэтому для новичка рекомендую брать скошенную. Ей, во-первых, и мазок будет, и такой, как плоская, и еще она в себе совмещает более тонкую кисточку. Вот еще скошенная кисточка номер 12. В общем-то, все. Вот эти все кисточки необязательны для начинающего художника. Достаточно даже меньше, чем здесь кистей. Чтобы узнать об этом, конечно, больше, можно увидеть, с чего начинается вообще работа художника. Для чего мы используем те или иные кисточки. И наглядно применить все навыки, которые можно почерпнуть от нашего курса «Как стать настоящим художником 2.0». И протестировать все эти кисточки на различных работах, картинах, используя их в своих сюжетах. Вот столько всего я рассказала вам про кисти. А чтобы узнать больше про живопись, про смешение красок, написать со мной более 50 картин, узнать, как пишется ваша авторская картина и написать вашу авторскую картину, получить диплом государственного образца, ведь у нас есть образовательная лицензия, и вы можете получить диплом настоящий или сертификат. Все зависит от пакета. Я хочу пригласить вас на курс «Как стать настоящим художником 2.0». На этом курсе вы с самых азов научитесь писать картины маслом. А те, кто уже имеют опыт, узнают и освоят еще много нового. Я поделюсь с вами самыми сокровенными секретами живописи, которые я тщательно собирала и берегла для вас на протяжении всей своей жизни. Курс состоит из 178 обучающих видео, которые дадут вам исчерпывающую теоретическую информацию и все необходимые практические навыки. Прохождение курса позволит вам стать настоящим художником, осуществить свои мечты и получать огромное удовольствие от живописи. А ваши лучшие работы попадут на нашу онлайн-выставку. Жду вас на курсе, дорогие мои! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok